Девушки отдыхают Вы знаете, сейчас, ну, я думаю, вы с нами согласитесь, сейчас редко кто работает по специальности, и наши звезды, кстати, тоже не исключение. Давайте представим, что было бы, если бы звезды работали исключительно по своей основной специальности. Что ж, поехали. Рэпер Потап окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности учитель физкультуры. Да-да-да, можно аплодировать. И вы знаете, если бы Потап работал по специальности, то девочки сдавали бы нормативы по стилю собачки, а у мальчиков были бы самые крепкие орешки. Физрук Потап Андреевич никогда бы не ставил двойки, а делал всем а-тя-тя-яй. Продолжаем. Певец Дима Монатик окончил юридический факультет Волынского института имени Липинского. И вы знаете, если бы он работал по специальности, то заседание суда выглядели примерно так. Владимир Дантес. Знаешь такого? Конечно. Владимир Дантес учился на экономическом факультете Национального технического университета Харьковский политехнический институт. И, кстати, он реально работает по специальности. Как экономист, все свои активы он решил вложить в очень прибыльный стартап «Свадьба с Дорофеевой» в надежде получать хорошие проценты. Да, но в реальности все получилось немного иначе. Продолжаем. Василий Веростюк получил высшее образование в Межрегиональной академии управления персоналом по специализации менеджмент, экономика и управления бизнесом. Из Василия мог бы получиться единственный экономист, способный поднять гривну, какой бы тяжелой ситуация ни была. Продолжаем. Михаил Михайлович Поплавский окончил Горловское профессионально-техническое училище по специальности, внимание, увага, интрига, машинист электровоза. Если бы Поплавский пошел работать на железнодорожный транспорт, то обязательно сделал бы карьеру поющего машиниста. Укрзалезница была бы сверхприбыльной, а не убыточной. Продолжаем. Певица Маруф, выпускница факультета автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Да, и если бы Маруф осталась в специальности и пошла в ученые, она бы четко показала то место, где сейчас находится наша наука. Да, а все силы инженеров были бы направлены на разработку новых игрушек для взрослых. Идем дальше. Вера Брежнева окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист. Если бы она была проводница, то продала бы пассажирам столько чая и вафель, что закрылись бы все долги Укрзалезницы. Да, а место в купе проводника стоило бы десятки тысяч долларов, и его нужно было бы бронировать за полгода. Да, согласна. Идем дальше. Катя Осадча окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Если бы Катя стала историком и работала над учебником по истории Украины, то княгиня Ольга могла бы выглядеть вот так. Нормально. А Владимир Мономах вот так. Актеры Дизель Студио также не исключение. Например, знаете ли вы, что у Егора Крутоголова не театральное, а педагогическое образование? Он окончил Киево-Могилянскую академию. Но есть еще выпускники Киево-Могилянской академии в зале? Есть, нашелся. Да, один. Это ректор. Ну, вы знаете, если бы Егор жил на зарплату преподавателя, то я думаю, сейчас он бы имел примерно вот такую фигуру. И отдыхал бы Егор не на Мальдивах, как сейчас, а немного по-другому. А я вот не согласна. Если бы Егор Григорьевич все-таки стал преподавателем, то билеты к нему в первый ряд стоили бы не меньше, чем здесь, чем во Дворец Украины. Я с тобой соглашусь. Ну, друзья, думаю, вы убедились. Хорошо, что наши звезды занимаются именно тем, чем они занимаются, а не работают по специальности. Мы также займемся своим делом, и под ваши аплодисменты начнем Дизель-шоу! Вы знаете, совсем недавно украинским детям задали написать сочинение на тему «Моя будущая профессия». После чего в школьной программе появился дополнительный урок по теме «Тиктокер – это не профессия». И мы представили, как выбирают будущую профессию ребенку в простой украинской семье. Смотрим, под ваши аплодисменты. Говорит капитан судна «Летучий Николаевец». На скорость движения два узла в час. Машина работает на 15 оборотах. Разрешите пришвартоваться на диване? Разрешаю пришвартоваться на диване? Отлично. Заходим в порт. Хорошо. Трави конец! Отдать швартовое. Да уж, давненько на нашем диване не было этого корабля. Саня, а че ты сидишь? Шо? Я ж тебя попросила полочку прибить. Викуся, корабль надо заправки. А полочка твоя уже пять минут как висит. Потому что у мужа твоего руки из правильного места растут. Я даже знаю, из какого именно места они растут. Не, ну викусь, я же это, инженер, я работник умственного труда. У меня же мозги. У тебя даже мозги из того же самого места подпитку берут. Не начинай, я мегамозг. Вот если ты мегамозг, помоги ребенку сделать домашнее задание. Легко. Давай, малой дневник. Пап, он у нас электронный, в телефоне. Ё-моё. Бедные дети. Блин, это ж ни двойку не исправить. Ни страницу вырвать, ни какую-то надпись дурацкую написать. Ни за батарею его спрятать, ни спалить его в конце концов. Да блин, у меня тысяча способов было, что с этим дневником делать. Только ни одного нормального. Ты даже в девятом классе его скурил. Шо? Шо ты несешь, Вика? Как я мог скурить дневник? Один. Я его с физкультурником скурил. Кстати, он мне за это еще грамоту дал. Мы ее потом тоже скурили. Ладно, только кое. Давай, шо там у тебя? Так, написать сочинение на тему «Моя будущая профессия»? Легко, сейчас тебя батя набросает. Батя себе не смог выбрать нормальную профессию. А тут, ха, легко. Шо ты имеешь против специалиста по судоходству и судоремонту, а? Я ничего, но наше государство закрыло судоходство. Но зато теперь с этим дипломом пускают везде. Принимают на работу и в парковщике, и в мойщике, и охранникам в супермаркете. Между прочим, у меня 25 лет беспрерывного стажа. Понятно? Сыночек, «Белый бим, черное ухо» и «Папина трудовая» — это две самые печальные книги, которые я прочитала за всю свою жизнь. А как же мне выбрать профессию? Для начала тебе нужно взвесить, какие плюсы и минусы в этой профессии. Так, короче, не слушай маму. В любой профессии есть три плюса. Пятница, зарплата и отрасль. Но есть и один минус. А какой? На работу ходить надо. А есть такая профессия, чтобы не люди сами деньги несли? Ха-ха. Сыночек, это тебе в духовную семинарию надо. Ты, главное, должен определиться, что важное в твоей профессии. Понимаешь, что самое главное в ней. Наверное, сколько я буду зарабатывать. Сыночек, не важно, сколько ты будешь зарабатывать, важно, сколько у тебя жена будет забирать. Так, Саша! Сыночек, дело в том, что, чтобы стать хорошим специалистом, нужно хорошо учиться, чтобы не стать, как дядя Коля, дворником. А я разговаривал с дядей Колей. У него два высших образования, инженер-технолог и наладчик оборудования. Ну, сыночек, эти профессии уже устарели. Тебе нужно выбирать профессию будущего. Точно. Покупаем велик и желтый рюкзак. Саша! Отправляем малого в доставку, а шо? И они даже локдауна не боятся, емае. А какая сейчас самая популярная профессия в Европе? В Европе? Сборщик клубники. А на кого нужно учиться, чтобы собирать клубнику? Ну, сыночек, это не важно. Можно даже на ведущего специалиста по судоходству и судостроению. Там же не диплом важен, там пахать надо. А есть такая профессия, чтобы немного работать, но получать много денег? Есть. Но гаишников уже отменили. А может мне стать полицейским? Чё? Чё, ты слышала? Вот. Вот это всё влияние твоего деда, КГБшника, емае. О, пожалуйста, полиция воспитали. Фу. Сыночек, с такой родословной, как у папы, тебя вряд ли в органы возьмут. А шо ты имеешь против моей родословной, а? Я, между прочим, дворянин. Ну, то, что ты с мужиками во дворе пиво фигачишь, это ещё ничего не обозначает. Пап, а кем мы тебе в детстве мечтали стать? Ну, в детстве? Но в детстве мы все мечтали стать космонавтами. А почему ты не стал? Да просто из тюбиков пиво пить неудобно. Да, точно. Мама, а какая у тебя профессия? У мамы профессиональный музыкант. Постоянно на нервах играет. А бабушка? Бабушка-стольер. Всё, пилит и пилит, пилит и пилит, пилит и пилит. Зато папа у нас плотник, сапожник и проктолог. Кто? Потому что всё время в доску, в стельку и в ж... В жизни, сыночек, нужно выбрать хорошую профессию. А может мне тогда стать хорошим хирургом? И люди меня будут уважать? И думать забудь. Ты же знаешь, сколько денег надо? Чтоб ты поступил в этот медицинский этапапе, придётся почку продать или вообще печень? Да кому нужна твоя дырявая печень? Там всё решито! Зато у меня в почках камни! Ой, ну ладно. Сын, слышь, это... У тебя же в школе друзья есть? Ну да. А вот кем твои друзья хотят стать? Ну, Вася гейм-тестером. Так, слышь, ты это... Ты от этого, Васи, гей-тестера. Ты подальше от него держись, понял? Пап, гейм — это игра, но он хочет тестировать игры и давать им свою оценку. А! А! Так, мать, получается, я у тебя не бездельник? Я, вон, пиво-диван-отелекотестер? Очень смешно. А может мне стать барбершопером? Кем? Ну, это человек, который работает в барбершопе. Сыночка, папа у тебя не дебил. Папа понимает, что барбершопер работает в барбершопе. Шо это? Шо это? Ну, это такая современная парикмахерская, где пока тебя стригут, ты можешь выпить алкоголь. Нет, сына, ты туда не пойдешь, потому что у тебя будет только один клиент, папка. Будет приходить с утра до вечера, стричься, стричься, даже когда лысым будешь, все равно будет ходить. Да тихо ты! Не сбивай сына с хорошей профессией. А может мне поваром стать? О! Хоть кто-то в нашем доме научится кушать готовить. Ты, сына, давай и на повара иди, и про барбершопа не забывай. Хорошо? Так у папы и выпить, и закусить всегда будет. АПЛОДИСМЕНТЫ О! Здрасте! Сидишь тут, опять в жопу просиживаешь, да? Ё-моё! Евгения Михайловна! Слушай, сегодня день открытых дверей в сербентарии, что ли? Я не понимаю. Вы уже всех там наркоманов возле подъезда пересчитали? Так идите назад, сейчас вон проститутки с института пойдут. Стаса! Что? Да нет, скучно стало. Пришла с клоуна поржать. Здрасте! А это вы поторопились. Новости у нас в 9 часов. Да, бабушка, мы тебя позовем. Идите, бабушка, идите. Зарази, помните. Вырабатывайте яд. Сыночек, а может быть тебе стать как бабушка? Она у нас заслуженный учитель страны, педагог от Бога. Ага. Только пенсия у неё отделала. Ей ещё, как в синагоге, стаж обрезали. Кстати, сыночек, тебе нужно выбирать такую профессию, чтобы пенсия была хорошей. Точно. Значит, иди в юмористы. Там карьерный рост. Юморист, депутат, президент. Саша! О! Чего? Что ты? Пенсия зато! Вау! Мне кажется, что нашему сыну нужно пойти в экономисты или финансисты. А, да-да-да-да. И сгоняй сейчас, сынок, мне сделай кофеёк и бутерброд принеси. А это тут при чём? Как это при чём? Почти все финансисты в нашей стране либо барменами, либо официантами работают. А может мне стать программистом? Хорошая попытка. Но ни планшет, ни компьютер мы тебя не купим. На счётах играйся. Здорово, соседи! Отдолжите это, денег верну когда-нибудь. Привет, привет, Дима. А может мне стать, как дядя Дима? Чё, ходить по соседям, деньги выклянчивать? Точно, Дима! А расскажи, кто ты по профессии. Ну, чтобы Лёшка именно это не выбрал. Я фрилансер? Как ты красиво завуалировал слово безработный. Я думаю ещё, кто у нас в лифте всё время фрилансит? Чего не я, это... Ну, на этой неделе точно не я. И вообще, мне деньги для серьёзной вещи нужны. Я ж стартап открываю. В подвале хочу видеосалон открыть. О, идея. Идея. Так, сейчас. Знать тебе, 30 гривен. Вот, для стартапа. Ну, на фрилансе ж отдашь. То есть никогда, да? Саша, ты бы лучше откладывал сыну на образование, а не этому алкашу давал. Чего? Кто алкаш? Да у меня два высших образования. Я наладчик-технолог аппаратов с газированной водой. И этот укладчик перфокарт. Ну, если что, скажите, я вашего Лёшку научу. Иди отсюда, педагог. Что-то я совсем запутался. В мире так много профессий, а я ни одну выбрать не могу. Ну, сыночек, ты не расстраивайся. Ведь главное не то, какую профессию ты выберешь. Главное, каким хорошим человеком ты будешь. Не, ну, хороший человек – это же не профессия. Правильно. А можно я тогда в сочинении напишу, что я хочу стать биоинженером и изобрести лекарства от вируса? Ты хочешь спасти всё человечество? Нет. Я хочу спасти родителей от дистанционного образования и детей тоже. А то вырастет у нас поколение фрилансеров и барбершоперов. Сыночек, ты у меня самый-самый умный. Сын, ну ты про судоходство и судостроение не забывай тоже. Саша, хватит нам одного безработного в доме. Иди полку прибивай, или я сейчас сама тебя прерпью. Всё, всё, капитан пошёл. Мы поговорим с вами о Ниотоморе. Скажите, знаете ли вы, что это такое? Нет. Нет, никто не знает, что такое Ниотомори. Хорошо, тогда я вам расскажу. Ниотомори – это старинная японская традиция поедания пищи, в которой вместо посуды используется обнажённое женское тело. Вау. Именно так сказал я, когда впервые об этом узнал. Вау. Теперь вы знаете, что это называется Ниотомори. Кстати, наши украинские рестораны тоже хотели перенять такую подобную подачу блюд, но борщ и вареники сильно обжигали живот девушкам. Ну, а вообще, однажды мужчины решили поесть суши с тела девушек, заказали суши-гёрл, а в конце ужина передрались из-за того, кто будет мыть посуду. Ну, друзья, в нашем случае с любителями суши всё пошло не по плану. Смотрим. Алло, алло. Привет, ребят. Вы уже выезжаете ко мне? Ну, класс, 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 да. А у меня есть что-то особенное сегодня, да. Нет, никак в прошлом году в Таиланде. Не-не-не. Никаких женщин с изюминкой. Не, и с финиками не будет. Никаких сухофруктов. А что будет? Я заказал нам, короче говоря, суши-гёрл. Не-не-не, стопроцентная красотка. Да-да-да. Никакого Таиланда. Таиланда. Ну, всё, давайте, приезжайте. Я вас уже жду, парни. Да-да, всё отлично. Но где блюдо вечера? О, слава богу. Ну, что так долго, ребята? У меня сейчас прокурор приедет сюда с моими друзьями. У меня всё должно быть нормально. Не-не-не, ничего не снимайте. Всё, сам сниму. Всё, 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 выходите, выходите, выходите. Эротическая мечта. Вперёд к мечте. Сушенки. Ладно. Добрый день. Ты... Ты кто такой? Я... Суши-гёрл. Ну, в данном случае с... Суши-бой. Ну, можете просто называть меня Женя. Какой Женя? Я Анжелу вызывал. Ты куда её делал? Ты что её, сожрал, что ли? А... Д-д-д-д-д... Делает прическу? А... Д-д-д-д-д... Душ принимает? Да-да-да... Долбуну, если не скажешь. Суши испортите. А... Д-д-д-д-дайте сказать. Говори. А Анжела... А... 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 А отсутствует. Как отсутствует? Я деньги заплатил. За это спасибо, конечно. За что? Спасибо. Я не за тебя заплатил. За Анжелу. Где она? Случилось непредвиденное. Я... Я её вёз на... На заказ. Она захотела кушать. Так. Ну, мы остановились в кафешке. Какой кафешке? Я думал, в хорошей. Оказалось, не очень. Она что-то там... Ну, скушала и... Не смогла быть... Этим... Украшением вашего стола. А я смог. Это какой-то прикол? Я думаю, харчок. Ну, вы сами подумайте. У неё живот болит. Она ровен час прорвёт. А тут гости, суши. Ну, некрасиво. Ну, слушай, почему ты не взял другую женщину? Ну, мы бы не успели вовремя приехать. И вы бы злились. А сейчас я радуюсь. Не вижу повода грустить. Тело есть. Суши есть. Что не так? Что не так? На твоём месте должна была быть тёлка. Что за сексизм? У меня всё то же самое. Что это, Анжел? Ноги такие же. Руки и эти же. Да, не хватает двух хузиям. Ну, оно так даже удобнее. С них роллы постоянно скатываются. Хузиям? А ничего, что у тебя между ног бамбук растёт вместо сакуры? Слышь ты, камикадзе, иди отсюда. Я прошу тебя. Послушайте, если вы откажетесь от заказа, девочку накажут. А если соглашусь, меня накажут мальчики. Ладно. Всё, в качестве компенсации за неудобства. Наша компания на следующий заказ вам делает скидку 5%. Пять процентов тебе в похоронном бюро сделают скидку, понял? Когда они сюда приедут. Так, надо что-то делать, надо что-то делать. Мне надо выпить. Надо выпить, выпить. Пожалуйста. У меня в пупке рюмочка саке. Эту рюмочку саке? Я тебе в другое место вставлю. Понял? А там уже васаби. И, знаете, очень печёт. Если сейчас приедут мои друзья и найдут тебя здесь вместо девушки, мне кобздец. Слушайте, я надену парик. Это не проблема. Не проблема? А кадык? А кадык? Вот это проблема. А я его сейчас вырву. Не надо. Ну, пожалуйста, вы тут всё зальёте. Ну, некрасиво. Ну, ладно, с чёрственным скадыком. Там у нас ниже по программе должен быть ролл «Огненный дракон». Так он и есть. А вдруг он не в нужный момент выпрямит шею? Не переживайте. При мужчинах он обычно спит. Алё. Уже едете здесь рядом. У меня всё готово. Жду вас. Слышь ты, экибана. Вставай, полиция. Прошу. Стойте, стойте. Как же я пойду? А суши? Да скинь их к чертям собачьим и уходи. Хотя чё скидывать? Они же, наверное, в волосах все. Не переживайте. Я подготовился. Я перед этим всё тело побрил. И даже там, где васапи щипит. Сейчас, если тебя здесь найдут, у меня конец. Конец. Не переживайте. Я коммуникабельный. Да они сюда не пообщаться едут. Они на голую тёлку посмотреть едут. Так что же вы не сказали? У меня там в кармане колода эротических карт. Ты идиот? Да нет, вы знаете, какая там червовая дама. Я сам часто засматриваюсь на неё. Ты имбирь недосушенный. Вставай, иди отсюда. Надо что-то придумать. Что придумать и всё. Ну, суши были просрочены. В конце концов вызвать другую тёлку. Я не знаю, ну что-то... Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь? От чего? Со мной весело. Я столько анекдотов знаю. Послушайте. Застрял как-то лосиха между деревьями. Я тебя сейчас порву, парнокопытная. Вы концовку знаете? Да у нас с тобой такая концовка будет, когда они сюда приедут. Понимаешь? Просто с ума сойти. Ты не понимаешь? Мне в прошлом году в Таиланде чуть ногу не пострелили. Ну, не прострелили же. Потому что в руку попали. Ну, а что, если я перевернусь на живот? А? И никто не заметит. Ну, тем более там в Ассаде. Всё, поехали. Поехали отсюда. Давай что-нибудь в конце концов без тебя отсюда. Вот так вот там побудешь. Что-то надо делать. Что-то может соседке позвонить. О, точно соседка. Нет, ей 50 лет. С неё только жареную картошку жрать можно с сосисками. И то с одеждой. Так. Это опять ты? Узияма. Давайте поговорим на чистоту. То есть, в чаевых не будет, да? В чаевых тебе надо? Себя сожри просто и всё. Хорошо. У меня к вам личная просьба. Вы, это, в приложении не пишите отзыв негативный. А я в следующий раз вам лишнюю баночку соевого соуса оставлю. Ой, да что вы... Болеец. Поздно. Опять. Ага. Наши, если всё. Закрывайте. Закрывайте меня. Да-да, обойдите. Серёга! 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 Здорово, пацаны! Здорово! 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 Я не перепуганный, нормальный, как обычно, всегда я такой нормальный. Нет, ты перепуганный. Я тебя в последний раз видел таким, когда ты в Таиланде нам транса подсунул. Да чё вы этот Таиланд, я не знаю, ну было, не было, в конце концов. В том-то и дело, что было. Если бы мы раньше заметили, то, конечно, бы не было. Да. Чё вы мне теперь, каждый год будете постоянно это вспоминать, что ли, этот Таиланд? Будем. Потому что ярче впечатлений у нас в жизни нет. Так а где? Что? Ну, слушай, тёлочка. А? Ой, слушайте, она не приехала, вы знаете. В смысле? Ну, где-нибудь там сейчас имбирь свой собирается, не знаю. Так ты же говорил, что она уже приехала. Говорил? Не понял, это что? Ну-ка. Чё ты тут от нас скрываешь? Не открывай! Чего? Она чихает. Ну что? У неё коронавирус, точно. Ничего страшного, мы уже вакцинированы. Не открывайте! Суши не свежие, чувствуете запах? Может, давайте лучше это не будем открывать? Да нормально, мы уже продезинфицировали. Я не хотел вам говорить, парни. Она страшная очень. Давайте закажем другую бабу, а эту вот завернём, донесём, сожгём где-нибудь и всё. Серёга, времени ждать нет. Мы уже настроились. Короче, Серёга, всё, понесло. Добрый вечер. Серёга. Я, парни, должен вам объяснить. А чё тут объяснять? Всё и так понятно. Сисек нет. Вот так, вроде, ничего, бабёнка. Шикарная женщина, да? Да? Серьёзно? Ну, а чё, нет? Ну-ка я вот эту сушечку возьму. А у меня сосочки чувствительные. Дракончик может проснуться. Чего? Чего? Понятно. Дай сюда. Помогите. Ага, сейчас. Сам виноват. Виноват? В смысле, виноват? Я не понял, это кто? Я должен вам признаться. Это не баба. Ладно, Серёга. Тогда и мы тебе признаемся. Это наша тебе ответочка за Таиланд. А мы-то с двумя тёлочками. Идите сюда, зайки. Ну! Личатки. Привет. Подождите, ребята, а как это? Почему с двумя и наши трое друзья, а я-то... Мне такой уже... А тебе, Серёга, приятного аппетита. Давайте, развлекайтесь. Не скучные вам ночи. Мы продолжаем. И сейчас тоже хотим поговорить на очень интересную тему. Мы хотим поговорить о современных машинах, об электрокарах. К примеру, муниципальная полиция Тернополя получила в подарок вот такие электрокары. Я не знаю, почему вы стали смеяться. Хотя, с другой стороны, я в ваших глазах читаю немой вопрос, на который я сейчас отвечу. Да, это машины. И эти машины, эти электрокары используются для патрулирования парков. С другой стороны, мы понимаем, полицейским выдали электрошокеры, электросамокаты, электровелосипеды. Теперь уже электрокары. Поэтому у преступников появился девиз «Хочешь победить полицию, просто выруби им свет». Но, с другой стороны, у электрокаров есть одна маленькая проблема, которая является большой. Они очень быстро разъезжаются, поэтому иногда поговаривают, что когда вдруг необходимо нестись в погоню, полицейским самим приходится высовываться из окна и делать «уиу-уиу-уиу-уиу». Не знаю, правда это или нет. Но давайте прямо сейчас попробуем представить себе такой электрокар после задержания преступника. Вот взял и не доехал в отделение и стоит на зарядке. Эй, начальник! А? Са! Долго еще стоять будем? Не май месяц, холодно. Ну, сейчас зарядиться и поедем. Ты два часа назад это говорила. Кстати, я требую, чтобы время зарядки внесли мне в срок. Ишь ты, требует он. Да из-за тебя стоим. Из-за меня? А кто говорил, включи печку, включи печку? Вот, печка минус двадцать пять километров. А еще десять. Это твое радио. Включи погромче, я этому зло люблю. А горький вкус твоей любви меня повинял. Вот до РУВД и не доехали. Я вообще не понимаю, за что меня в РУВД? Да за то, что ты вор. За то, что ты лес из форточки. Какой еще форточки? Вот это? Нет, я ее нес продавать на рынок. В четыре утра? Пока место займешь, там конкуренция бешеная. А че ж ты сползал по водосточной трубе-то? Чтоб соседей не разбудить. Брехло. Да вы б меня хрен поймали. Если бы вы приехали на нормальной машине, я бы вас услышал. А то подкрались на этом бесшумном электрочайнике. Значит, хорошая машинка. Только заряжается долго, падла. А ты батарею покусай и поедем. Я сейчас кого-то дубинкой как покусаю. Воу-воу-воу-воу. А че дубинкой? Че не электрошокеров? Дай-ка угадай его. Разрядились, да? Че стоят на зарядке в отделении, да? Не в отделении, а в машинке. А, понятно. Дай хоть позвонить родным. Каким родным? Ну, костылю и запонки. Кому? Маме и папе. Нет, телефон не могу дать. Потому что у меня 2% зарядки. И если он сядет, я не смогу отключить электромобиль от зарядного. Вот. А, то есть я так понимаю, что, вероятно, мы тут с ночевочкой, да? Я тебе говорю, давай бензина зальем и все. Да не поедет она на бензине. Да понятно, что не поедет. В салон давай зальем, подожжем и погреемся. Вот в отделении и погреешься. Понял? Блин, вас бы еще на троллейбусы пересадили. Вообще была такая идея. Но потом поняли, что неудобно по дворам за преступниками гоняться. Зато заряжать не надо. Экипаж 90-60-90. В вашем районе ограбление. А мы не можем. Мы на зарядке стоим. Хорошо, передам грабителям, пусть ждут. Блин, вы не полиция, вы электровеники. За что это вас так на электрокары? Что, накосячили, да? С приусов бензин сливали, да? Да нет, это такой экотренд. Ну, чтобы спасти нашу планету. Чтобы спасти планету, надо мусор сортировать. Век воли не видать. Ты гляди, какой ты продвинутый. Потому что сортировка мусора – это основа основ. Вот я считаю как. Нормальных людей надо всех взять и оставить в покое. А мусоров всех отсортировать и на свалку вывести. Шо? Шо? Ты мне поумничай тут, поумничай тут. А шо ты мне сделаешь? Смузи не купишь? Эх, че ж она так быстро разряжается? Не пойму. Наверное, из-за обновления, как айфоны. Как только обновление новое выходит, сразу же батарея хуже держит. Надо вернуться назад, откатиться по прошивке. А это варианты до какой версии? До версии УАЗик. А старенькая, конечно, но надежная и дешевая. Викуся, Викусь, слушай, ну че, зарядилась? Да вообще-то только 5%. Блин. Ну слушай, давай поедем в другое место? Потому что здесь шопинг вообще отстой. Вообще ничего не купила. Яна, мы не можем поехать, потому что у нас разряженная машина. Ладно. Пойду себе еще ничего не куплю. Яна. Хорошо. Пойду еще попью кофе. Блин, с этими электрокарами уже по 5 литров кофе в день выпиваю. Слышь, ты подружке своей сказала, чтобы она поменьше кофе хлистала. А то, когда мы поедем, ну, в следующей жизни, когда мы поедем, придется останавливаться у каждого кустика. Кстати, дай им в кустики сходить, ну. Да потерпишь. Эх. Потерпишь. Да че ты впялишься в этот телефон, ну? Да потому что зарядка регулируется через приложение. Через Дию шо ли? Нет. Приложение для зарядки электрокаров. А через Дию шо, не заряжается? Нет. Странно. Сейчас все через Дию. Раньше все было через Дупу. А теперь Дупа будет через Дию. Вот у нас краина, да? Шо не Ди ему, то в Дупу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего, ничего. Вот сделает у нас дороги, как в Швеции. И электрокар сам будет ехать по ним и заряжаться. Подожди. Пускай они хоть одну дорогу сделают, которая переживет зиму. Хоть одну. Вот тогда поговорим. Экипаж 90-60-90. В вашем районе драка. А мы не можем, мы еще и заряжаемся. Пусть едет второй патруль. Их как раз и бьют. Влезли без очереди на зарядку авто. Ну просто у нас 5% зарядки только. Ладно, тогда вызываю скорую. Они пока на дизеле работают. У вас прям такая взаимовыручка. Да. Мы полицейские друг другу помогаем. Ну да. Да что еще такое? Это, подождите. Да, да. А вы на вызов по драке? Нет, я с драки. Это нас бьют. Меня у коллеги отобрали в самокат. Бегите отсюда, а то они сейчас и за вами прибегут. Э, 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 слышишь, электрик? Может ты нас на трос возьмешь и потянешь? Да нет, вы что? У меня батарея слабая. Блин, вам надо раздавать для зарядки эбонитовые палочки. А обо что же мы их тереть будем? Друг об дружку. Обниметесь и... Вы же эбониты. Я вот в шоке. Электромашины, электросамокаты. А что дальше будет? Полиция на сигвеях или на моноколесах? Тихо. У нас все записывается. Не подкидывайте им идеи. Лучше бы нас на лошадей пересадили. Не, ну на лошадей это как-то неправильно. Почему? Ну, бараны на лошадях это цирк. Так, а на разговорчике мне тут... Ого! Ну, чё, чё, чё? Ишь ты! Распоясался! Чё, 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 чё? Офигеть! Ещё дождя только не хватало. Слышь, ну пусти в машину. Нет, нет, не положено. Нельзя находиться в электрокаре, когда он заряжается. Ну, пописать хотя бы... Нет, и туда тоже нельзя. Блин, ну ты вообще бездушная, что ли? Вас вообще вот возьмут скоро и заменят. На кого? На роботов-пылесосов. Будут ездить по городу сине-белые вот такие вот роботы. И сбоку будет только купюроприёмник, чтобы на месте всё порешать. Виктория! Хочу с тобой на море! Яна! И, Куся, тут, короче, в магазине, это, дегустанция шампанского. А у них акция классная. Приведи друга, получи третью бутылку шампанского в подарок. И, Куся! Яна! Я на работе! Я тоже! Ты понимаешь, тут можно совместить и рыбку съесть, и шампанского выпить. Я не пойду, ну, что ты? Мужчина? Да? Добрый вечер. А вы свободны? Абсолютно. Вот только наручнички сними. А-а-а! Наручники? М-м-м. Ты чё, плохой мальчик? Ага. Тебя надо наказать. Да. Яна! А-а-а! Иди пей кофе! Закусывай там! Ха-ха-ха-ха! Теряем подругу твою, теряем! Ты бы ей такси вызвала? Да я вызывала! Оно по дороге разъедилось. Да выйди на дорогу, останови машину. Скажи, я конфискую ваш автомобиль для следствия. Это можно только в экстренных случаях, при погоне. Ну так отцепи меня и догоняй. Внимание всем экипажам. Угнали электромобиль. 10% заряда. Можете не спешить. Автомобиль ползёт в сторону Борисполя. Берите его на ближайшие электрозаправки. А я смотрю, грабители тоже потихоньку деградируют, да? Ничего вы не понимаете. Это автомобили будущего. Я вот слышала, что в Форсаже 10 будут только электромобили. Ага. Я представляю этот блокбастер. 10 минут экшена, полтора часа зарядки и титры. Офигенное кино. Слышь, а у тебя люк в днище есть в этой машине? Какой люк? Ну дырка в полу. Зачем? Ну чтоб ты ножки высунула. И как флинстоуны. Ябадабаду! Очень смешно, очень. Икусь, 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 мы спасены. Значит так. Шланг, канистра. Осталось только найти точно такой же электрокар и отсосать электричество. Офигенное. Яна, ты как отсосешь электричество? Слышь, Янка, у меня еще одна идея. Вот тут поликлиника рядом. Пойди, запишись на электрофорез. В очереди скажи, что тебе только спросить. Зайдешь, скажешь, насыпьте мне электрофорезу вот в ладошке. Сюда принесешь и фу, зарядишь машинку. Я круче придумала. Давай. Значит я сейчас иду в магазин, в рыбный отдел, покупаю там электрического скота, вот то она зарядит машинкой сейчас бегом. Идея бомба вообще. Ты закусывай, Яна. Блин, да это уже гроза. Ага. Давай, отцепи меня. Садись за руль, я толкать буду. Да ага. Хочешь убежать? Блин, ну ладно, хорошо. Давай я за руль сяду, ты толкать будешь. Конечно. Хочешь угнать? Куда? До следующей розетки. Мы можем вместе толкать, а... А за руль кто сядет? Ну... Твоя ушатанная подруга? Она же эту машину ушатает. Так, это шовинизм. Ну ладно, хорошо, пускай садится за руль, женщины с бытовыми приборами вроде ладят. Это сексизм. Ладно, хорошо, давайте вы вдвоем будете толкать, а я буду за рулем. Это феминизм. А, феминизм это можно. Господи, а какой хи*** вы думаете? Вы не можете на работе думать хоть иногда о нас, о преступниках? Ё-моё. Блин! Ты видела? Ага. Только что, в машину молния шандарахнула? Чё, серьёзно? Ё-ха, вот вас боженька и наказал. Ха-ха. Ну почему же наказал? Машина полностью заряжена. Ох, ты ж мать! Да отцепляй меня, она горит, зараза! Ё-моё! Секундочку, секундочку. А, ну стоять! А-а-а! Мужчина, вы кажется писать хотели. Можете? С-с-слегка оба... Подожди, подожди. Ты хочешь, чтобы я подписывал на полицейскую машину? Не, не, я хочу, чтобы вы её спасли. Я... Я бы с удовольствием спасал... ...полицейскую машину. Но я, в отличие от вас, в школе физику учил. А там чёрным по белому сказано. Бегусь, а у меня тут пепсид, я немножечко состала на него. Не убери, убери его! Эй, 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 ты чё творишь? Ты чё творишь? Дизель-шоу Скоро Новый год. Ну, почти скоро. Вот. И Новый год на сцене Дизель-шоу. Это, ну, по-настоящему Новый год. Совсем скоро, 3-го и 4-го декабря, мы будем снимать, ну, реально очень крутые новогодние концерты здесь, во Дворце Украина. Лучшие звёзды украинской и, не побоюсь этого слова, мировой эстрады. Самые весёлые номера, множество сюрпризов. В общем, друзья, обязательно приходите. Мы хотим Новый год встретить вместе с вами. Договорились? Мы совсем недавно в Украине узаконили коллекторские компании. Я думаю, мы с вами не удивимся, если в недалёком будущем узаконят ракетирские корпорации и рейдерские холдинги. Хотя, с другой стороны, в этом законе есть и позитивные моменты. Ведь, согласно этому закону, коллекторские конторы не имеют права грубить, применять силу и угрожать должникам. Давайте представим, как теперь коллекторы будут выбивать долги. Смотрим. Чё, здесь, да? А здесь, да? Давай я сразу сейчас плеча. Тихо, тихо, тихо. Ты чего? Мы же сейчас совсем по-другому работаем. Как? Давай, я там тебе на бумажке написал. Выучил ты или нет? Выучил, конечно, как нам надо. Так давай, вперёд. Слышь, ты чепушила, фуфельные бабки на базу верну, скотина. А если не по делу будешь рябкать, я башку расшибу. Красиво, конечно. Красиво? Но не то. Я тебе на бумажке написал. Ты чё, не выучил, что ли? Так, сейчас, подожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Бумажки, да? Уважаемый клиент, мы вынуждены напомнить вам о задолженности. Будем очень благодарны, если вы погасите долг в ближайшее время. Молодец. Ну, красавчик же. Так, теперь давай то же самое, только без бумажки. Сань, там столько слов, они у меня в голове не помещаются. Ну, блин, ну попробуй хотя бы. Какое там первое слово? Уважаемый. А, уважаемый, да. Слышь, уважаемый чепушила, фуфельные бабки. Чё? Без чепушила. Без чепушила. Слышь, фуфло, бабки на базу верну. Пожалуйста. Ой, серый, ладно, будешь по бумажке читать. О, бумажки отлично добавили. Чё там? А, нажимаешь? О, звонок какой-то. Кого это там пронесло днём? Кто там? Здравствуйте, мы из коллекторской компании. Никого нет дома. Чёрт, опять никого нет дома. Пошли к следующему, ладно. Куда пошли? Алло. А если никого нет дома, так кто это с нами говорит там, а? Хм. С этой легализацией они умнее стали. Раньше сразу уходили. Чем обязан? Ха, нифига ты, голова пробила его прям, смотри. Конечно. Мы пришли вам напомнить о задолженности перед банком. Ой, спасибо вам огромное, что напомнили. А то я уже стал забывать. Вот, прямо сейчас беру блокнот и записываю. Вернуть долг банку. Всё, спасибо огромное, что напомнили. Спасибо, удачи вам. Всё. Ну всё, мы всё сделали, пошли. Ты чё ты тупишь? Куда пошли? А пообщаться? А пообщаться, давай. А, откройте дверь, пожалуйста, мы хотим с вами пообщаться. Если вы хотите пообщаться, можно было бы просто позвонить. Зачем приходить? Так мы звонили? Да, до тех пор, пока вы не сделали входящие платными. Ха-ха-ха. А кто-то, блин, в долг наговорил. А если вы хотите поговорить об этом, позвоните мне, обсудим. Так, давай позвоним ещё раз. Ты чё ты тупишь? Позвоним. Откройте дверь, пожалуйста, нам надо с вами пообщаться. Если нужно пообщаться, можно так общаться. Зачем открывать дверь? Нет, мы хотим убедиться, что вы – это вы. Поверьте, я – это я. Нам надо визуально в этом убедиться. Ну, позвоните мне в Zoom и увидите. Просто, знаете, сейчас эти вирусы, не хочется заразиться. Да мы вакцинированы! Да. По вам видно. Послушайте, мы просто хотим помочь вам погасить долг. Спасибо вам огромное. Гасите на здоровье. Я не против. Тимуровцы мои. Не-не-не-не-не, вы не понимаете. Мы хотим вам помочь вам погасить долг. А не то мы вас погасим! Да-да-да. С этими ограничениями вообще ничего не сделаешь. Давно бы уже чикнул ему одно местечко ножичком. А с этим вы тоже опоздали. Это местечко мне уже чикнули. В детстве. Причем без моего разрешения. Ужас. Послушайте нас. Мы официальная коллекторская компания. Да! Вот, смотрите, не верите? Вот, глазочек, смотрите. Паяльник и сыновья. Двадцать лет на рынке выбивания долгов. Видите, нет там... Угу, угу. Ой, вы знаете, я бы с большим удовольствием открыл вам дверь, но прямо перед вашим приходом случился казус. Поломался дверной замок. И теперь надо вызывать мастера. А и что делать? Не знаю, у меня денег нету. Даже на взносы. Вы говорите, мастера вызывать. Давай шибану нахрен. Гляди, не надо. Потом за дверь платить. А ты иди отсюда. Так послушайте, а что надо сделать, чтобы мастер как можно быстрее пришел и открыл замок? Если вы оплатите ему на карту 500 гривен, он прямо сейчас придет. Он живет в этом же подъезде. Ага. Ну что делать-то, я не знаю. Ты башка у нас, думай, решай давай, что там. Мы согласны. Отлично. Получайте номер карты. Давай, что? Так, давай. Управляй. Ну все, вот. Отправил. Деньги ушли на фамилию Абрама Шнипельсона. Подождите, так это же вы, Абрам Шнипельсон? Да. А чинить замки это мое хобби. Капец, я его тащу сейчас. Спокойно. Что, открывайте те, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы не будете ко мне применять физическую силу? Нет, что вы, мы очень дорожим лицензией. Угу. То есть вы обязаны все делать по закону, да? К сожалению. Да, да, обязаны, да. Учтите, пожалуйста, что если вы хоть меня пальцем тронете, я это буду рассматривать как антисемитизм. Ха! Да не сын это ли раз ты? Это заметно. Ну что ж, заходите открыто. Открыто. Ах ты ж, глянь, морда. Тихо, 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 тихо. У меня дома камеры. Где? Вон, вот, 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 вот. И дрон на палочке, видите? Здрасте. Он скотина. С нас, получается, деньги за вход взял. Это же ж морда, а? Что ж за дом-то такой? Костылянша тоже внизу взяла деньги за вход. Что вы говорите? С вас внизу за вход взяли деньги? Да. Ай, это ОСББ вообще обнаглелось. Сейчас я им устрою. Брат, деньги с людей за вход. Да, да. Алло, Клавдия Захаровна, у вас совесть есть? Да. Взяли деньги с людей. Да. А мне мой процент не кинули на карточку. Мы хотим с вами пообщаться, а не выясните. Одну секундочку. Вы сказали, что вы обязаны действовать в рамках закона, правда? Конечно, конечно. Поэтому по закону у вас должны быть маски. Скажите, у вас есть маски? Если нет, я могу вам продать. Сейчас, спокойно, спокойно. Есть, есть, есть. Вот маски. Есть. Но по закону вы должны менять маски каждые два часа. Я думаю, мы быстрее справимся. Да, 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 да. Я бы в этом не был так уверен. Потому что мы уже 10 минут разговариваем, а к сути еще не пришли. Есть у вас запасные маски? А у вас есть? У меня есть. Ну давайте мы возьмем парочку. Я говорил, пожалуйста. Почем? 100 гривен штучки. Я ему втасил? Сука! Нет, вы, конечно, можете пойти в соседний магазин и купить их там. Но уверяю вас, как только вы уйдете, замок снова поломается. Ленат, спокойно. Ладно, давайте эти ваши маски. Вот, отлично. Вот ваши маски. Так, теперь мы можем с вами побеседовать? Но по закону вы обязаны использовать маски одного типа. ТПГ-5. А у вас обычные марлевые. Извините. По закону товары индивидуальной защиты, обмену и возврату не подлежат. Хорошо. Пусть и спокойно. Есть у вас эти маски ТПГ-5? Конечно, есть. С 500 гривен штучки. Ладно, хорошо. Скупой платит дважды, тупой платит трижды. У нас голова, конечно. Пожалуйста. Прошу вас, возьмите масочки. Все? Можем с вами поговорить или нет? А бахилы у вас есть? Какие нахрен бахилы? Здесь очень дорогой дубовый паркет. Или вам сразу предоставят счет за порчу имущества. Ладно, хорошо. Давайте бахилы. Только сразу предупреждаю, чтобы они были установленного государством образца. Не волнуйтесь, они все одинаковые. Хорошо. Вот. Почем? 15 гривен. А че так дешево? Штучка. Туда за язык тянет, идет. Возьмите. Пожалуйста. О, спасибо. Можете не одевать у меня линолеум. Но теперь-то мы можем поговорить? Конечно. Говорите. Я не против. Разговаривайте. Стой! Стой! Вы почему не платите за кредит? Честно? Да. Честно. Шел уже платить в банк. Да. И тут бах! Пандемия. Да. Все закрыто. Транспорт не ходит. Все в шоке. Да. Потом, естественно, все начало ходить, открываться. Я пошел снова в банк. Уже прихожу. Потом смотрю. Забыл маску. Возвращаюсь домой за этой маской. Обратно. А в банке уже закончился рабочий день. Какие ко мне вопросы? У нас к вам один вопрос. Вы взяли кредит в 2010 году. А платить за него перестали в 2010 году. Что нам тут рассказываете, маски? Вы же, сказки. У тебя есть деньги вообще? Есть, конечно. Вот ваши. Все, что есть. Так, и чем ты собирался рассчитываться? Если честно, я думал, вы у меня еще что-то купите. Так, вот эта вот машина, которая во дворе стоит, это чья? Служебная. Оформлена на иностранную фирму. Будут проблемы. Так, вот эта квартира? Квартира в залоге под фирму. Фирма? В залоге под машину. Спокойно, 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 Сережа. Спокойно. У вас есть хоть что-нибудь в кредите, а? Конечно, есть. Мусор. Я сейчас принесу, выкиньте, пожалуйста. Тихо, 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 Сережа. Лицензия, лицензия, лицензия. Кстати, проверить надо, квартира на нем или нет. Что буду вы? Ой, вы знаете, квартира вам не поможет. На ней уже столько долгов по коммуналке, что уже дешевле стоимости получается. Так, что ж ты коммуналку не платил, скотина? Ну, так столько кредитов. Ты, получается, ни кредит, ни коммуналку не платил? Ну, да, получается, да. Если за все платить, на шо мне жить? Вон, мастер-сед Ваня, платит за все. Разве это жизнь? Ну, разве? Так, вы собираетесь возвращать кредит? А вы сомневаетесь? Это не ответ. Вы уверены? Почему? Вы отвечаете мне вопросом на вопрос. А шо такое? Вы можете просто сказать, да или нет? Просто да или нет? Да. Или нет? Вы издеваетесь? Разве похоже? Да, я ему всасшу. И кому вот этого будет легче? Спокойно. Значит, слушай, так, ты, гнида, ты будешь долг отдавать или не будешь? А оно вам надо? Да. А мне оно надо? Ну, все, я его сейчас убью. Убью его еще и сяду в тюрьму. Я сяду в тюрьму, я готов. Вот видите, какие у вас в банке работают нетерпеливые люди. Нетерпеливые? Десять лет прошло. Вот еще и злопамятные. Сейчас, я тебе упаду. Что? Какой это, Серый? Тихо. Я понял. У вас серьезные намерения. Хорошо. Я готов в качестве компенсации прямо сейчас оплатить 20 тысяч гривен на банк. Вы согласны? Ну, так это ж другое дело. Давайте вашу карточку. Карточку? Да. Да, сейчас, секунду. Пожалуйста. Отлично, спасибо большое. Ай, красава, молодец. Нифига себе. А ты говорил, психология, психология. Вито работает. Работает, старушка. Безотказный. Все, видите, прошел платеж на 20 тысяч гривен. Как там тебе написано? Приятно с вами иметь дело. Стоп! У меня только что с карточки сняло 20 тысяч. Что вы говорите? О, смотри, ой, это что-то с приватом. Я тебя сейчас как дам с приватом, я тебя сейчас убью. Саша, лицензия. Тихо, 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 успокойтесь, успокойтесь. Я же все решу, я же все решу. Какая-то ошибка. Вы просто выпейте чаю. Очень вкусный чай. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте без криков. Сейчас все сделаем. Сейчас. Пейте, пейте чайок. Он вкусный, высокогорный. Пейте, пейте. Сейчас, сейчас. Чай-то я хоть, надеюсь, бесплатный у вас? Чай бесплатный. Бесплатный, ну слава богу. А вот противоядие платное. Какое противоядие? А от этого вкусного чая, вы знаете, действует очень сильно и очень быстро. Так, я сейчас сам найду противоядие. Нет, 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 вы очень много времени потеряете. Трава действует быстро. Советую вам как можно быстрее бежать в поликлинику. Но, чтобы выйти из дома, вам нужно купить жетончик 500 гривен. Да, 500 гривен. Всего лишь 500 гривен. 500 гривен быстро, да. Но у вас же двое, двое. Это тысяча получается. Вы так, вы так не выйдете, подождите шлагбаум, чтобы открылась тысяча гривен. Надо... Стойте, стойте. Стойте. Мусор, мусор. Раньше они были просто тупые. А теперь еще и наивные. Бывает. Алло, слушаю вас. Что? МВФ не хочет нам выдавать кредит? Уже еду. Ну, только захвачу свой любимый чай. Еду. Редактор субтитров А.Семкин